Честно говоря, я не сильно верю в токсины как таковые. Хиноцедуя детям, спасением, особенно для ппшников. Пена! Ура! Пена! Прям запасы этого чая. Кто-то писал, что это вообще пить невозможно. Конечно, он выпил эту шишу. Дзены будут разрушаться. Всем огромный привет, мои хорошие! Сегодняшнее видео будет у нас про покупки iHerb. Скажу честно, что видео про iHerb вообще являются моими самыми любимыми. И мне кажется, что от меня конкретно этот запрос поступает на YouTube. Мне кажется, с каждым разом все чаще и чаще. Конечно, не могу не сказать, что на iHerb существует скидка. И если вы хотите получить 10% на свой первый заказ или 5% на последующий, то вы можете ввести вот этот код мой. И тогда вы получите скидку. Я получу тоже небольшие бонусы. Первое, что я хотела бы вам показать, это вот такая вот штучка, которая называется альтернативная, так скажем, замена соевому соусу. Это жидкие аминокислоты. И вся фишка вот этой вот жидкости в том, что она просто идеально на 100% похожа на соевый соус. Выставим ее только растительные белки без ГМО. Это белки из бобовых и белки из сои, но совершенно все натуральные и сертифицированные. Эти аминокислоты не добавляют поваренную соль, то есть натрий здесь природный. В курицу, индейку. Вы знаете, что я запекаю, мариную сначала в соевом соусе. Сейчас я перестала покупать соевый соус. И покупаю вот такую вот штучку. Хватает ее очень намного. Здесь чуть-чуть меньше половины у меня осталось, но хватило реально на очень много. Я могу просто добавить в салат, я могу что-то запечь, я могу что-то потушить. Этот соус, он достаточно соленый, то есть реально нужно очень маленькое количество, чтобы вы прям конкретно почувствовали вкус. Так что этот соус я на 100% рекомендую. Это просто оказалось каким-то нереальным спасением, особенно для ППшника, потому что это абсолютно натурально. И при этом при всем даже не содержит калорий. В то время как, например, если взять тот же самый соевый соус, ужаснешься сначала от состава, потом от того, сколько там калорий, сахара, соли, в общем и так далее и тому подобное. Здесь ничего этого нет. Блин, это просто что-то нереальное. На iHerb, для сказать, что много чаев, много, большое разнообразие чаев, это вообще, мне кажется, ничего не сказать. Потому что их там просто какое-то фантастическое количество, просто грандиознейшее количество. Их реально очень много. И причем на все вкусы, на все цвета, на все запахи. И без кофеина, и с кофеином, и с пониженным содержанием кофеина. Это очень здорово, потому что вообще кофеин, он, конечно, нужен, он, конечно, здорово заряжает энергией, да, и даже в процессе пищеварения тоже он как-то участвует. Он, кто-то говорит, что он повышает метаболизм. Но, в общем, сейчас не об этом. Суть в том, что, например, на ночь я от кофеина отказалась и не пью чай, который содержит кофеин именно конкретно на ночь. Кофеин бодрит, придает энергию, и просто даже если вы будете нормально спать, и вам будет казаться, что все хорошо, то, короче, ваш организм просто вас немножечко не поймет вообще, что вы от него хотите, и постепенно ваши вот эти вот дзены будут разрушаться. Не добавляйте, пожалуйста, в напитки сахар, это очень-очень вредно, очень калорийно. И не ешьте ничего с чаем, потому что на самом деле вкусный чай вообще не требует никаких заедаловок его, и тот чай, который я покупаю, честно говоря, мне даже не хочется портить его вкус чем-то там сладеньким или чем-то там еще. Самый мой любимый чай, конечно, это зеленый чай камбуча. Когда я его пью, мне, в принципе, не хочется есть потом долгое время, потому что чувство, как будто он, знаете, он такой плотный, он такой прям объемный какой-то, и когда вы выпиваете чашку этого чая, у вас чувство, как будто вы чуть-чуть поели, как будто вы перекусили. В этом чае еще содержится лимонграсс, перечная мята, слива и маракуйя. Это зеленый чай с добавлением чайного гриба, но вы не думайте, это не тот самый чайный гриб, который там у бабушек у наших или там у некоторых дома стоит, знаете, в такой трехлитровой банке. Совершенно вкус вообще не похож. Ну и, конечно же, зеленый чай, это, как вы знаете, это антиоксидант очень мощный, и, конечно же, такое общеукрепляющее действие вообще на иммунитеты на наш организм тоже дает. Поэтому я очень рекомендую вам попробовать, и я настолько люблю этот зеленый чай камбуча, что заказала их на самом деле четыре штуки. Здесь три, четвертую попросила заказать моя подруга, потому что, ну, как-то я дала ей один пакетик этого чая, сказала, Юля, попробуй. В общем, не знаю, понравится, не понравится, конечно, потом она мне позвонила, сказала, они срочно заказывай мне. У нас, в общем, теперь прям запасы этого чая. Чай с эхинацеей. Это уже чай без кофеина, и этот тоже будет уже без кофеина. Эхинацея, она действует именно как такой защищающий, да, иммунную систему такой компонент, и очень часто эхинацея дают детям. И мы с Софией спокойно пьем, у нее, кстати, есть специальный иммунитетный чай для детей от простуда еще, я, по-моему, вам как-то показывала, если вам интересно, я вам покажу вам его. Он тоже классный, тоже очень вкусный, и даже если это детский чай, нормально, спокойно, взрослый человек может это пить, и это реально очень вкусно, и это не содержит кофеина. И второй чай, который тоже такой, ну, шумевший на iHerb, это вот такой вот Numi, это янтарное солнце. Вообще, я, честно говоря, сначала думала, что это, знаете, такой чай с некими такими супер-мега-специями, потому что здесь содержится куркума, и, собственно, это чай Ройбос. Но когда я его попробовала, честно, я была так сильно удивлена, потому что ни граммулечки вот этого вот перца там не было, то есть, ну, как янтарное солнце, да, и вот здесь вот даже если посмотреть, да, на саму картинку, чувствую, как будто это просто какой-то индийский чай со специями, там, не знаю, с чили-перцем. Конечно, я очень удивилась, потому что он очень нежный. Кто любит такие согревающие чаи, особенно, там, перед сном, например, да, потому что, опять же, он не содержит кофеина, его можно пить на ночь, то я прям тоже очень-очень вам советую, рекомендую. Дальше тоже покажу вам очень классную вещь, это какао. Мой муж очень часто сейчас начал заменять кофе на порошок какао. Сразу скажу, что у меня их здесь два, и сначала расскажу про тот, который я заказала самым первым. Бобы, да, то есть, порошок из настоящего какао, который вот прям перемололи, и вот он прям вот живой, настоящий, только-только прям вот только вот недавно рос. Но суть в том, что я не прочитала самого главного, то, что этот какао нужно варить. То есть, это не тот самый порошок какао, который, типа, уже готовый такой, знаете, там, размешал и пошел. Ну, конечно, Саше я об этом не сказала, потому что не знала сама, и первый раз он сделал, конечно, этот какао, у него просто не размешался, он его весь осел. Конечно, он выпил эту шишу. Его буквально нужно довести до кипения, опять же, вы можете делать это на воде, вы можете делать это, если пьете на молоке, либо вы можете делать это на миндальном, на соевом, на, в общем, на овсяном, на любом молоке. Это антиоксиданты, это также влияет на иммунную систему. Это дарит радость, потому что это те самые эндорфины, потому что какао, это как бы шоколад, то есть, это повышает как раз-таки уровень счастья в нашем организме. Повышает внимание, улучшает память. В общем, у какао очень много таких положительных, хороших сторон, поэтому обязательно присмотритесь. Но если вы хотите по утрам также ничего вообще не заморачиваться, ничего не варить, ничего не готовить, то я уже второй раз, когда я конкретно уже вникла в отзывы и вообще в информацию о товарах, я заказала ему вот такое вот какао уже. Это уже такой прям порошок какао. Он уже растворимый, то есть Саша его вовсю пьет, он добавляет одну чайную ложку. Мне кажется, он просто нескончаемый, потому что Саша, я знаю, пьет его каждый день. Он просто нереально пахнет. Конечно, это не идет ни в какое сравнение с тем какао, который продается у нас на обычных полках даже в супермаркете. Тоже такой продукт, один из тех, от которого я в восторге. Мы с Сашей ничего не добавляем в напитки, никаких сахаров, никаких сиропов. Одна из самых таких мега интересных вещей, которые я вообще когда-либо заказывала вообще в принципе в своей жизни, неважно там на iHerb или вообще в любом другом месте, это сочетание 12 компонентов для, на минуточку, ощелачивания и выведения токсинов. Честно говоря, я не сильно верю в токсины как таковые, но вот по поводу ощелачивания, что-то у меня в последнее время тема такая задела. И я решила, что мне нужно это попробовать, ну потому что я очень люблю пробовать что-то новое. И прочитала я очень разносторонние отзывы на этот продукт. Кто-то писал, что это вообще пить невозможно, кто-то писал, что эта вещь просто помогла, спасла там чуть ли там не от циститов. В составе здесь нет ничего такого сверхъестественного. Помогает это еще и иммунитету, и пищеварению. По вкусу это не очень круто, но все зависит от того, в чем вы его разбавите. Если вы его добавите, например, в какой-нибудь грейпфрутовый сок, серьезно, вы вообще ничего не почувствуете. Конечно, я попробовала и так, и так, и выпила это на воде. Конечно, у меня было примерно вот такое вот лицо, когда я это делала. Ссылочки все оставлю, так что почитайте, посмотрите. Там очень большое количество информации вообще про этот суперфуд. И это правда очень интересно. Просто это реально очень интересно. Это витамин С. Витамин С. Заказала это Ген Гумис. В общем, здесь 90 таких мармеладок. И, честно говоря, буквально недавно я заказала еще две упаковки таких, потому что мы буквально вот сегодня допили последнюю капсулу из этой баночки. И у меня есть уже две еще. Этот витамин С пьет и мой муж, пью его и я, и пьет его моя дочка. Кстати, в этой упаковке довольно большая дозировка. Но производитель пишет, что до трех капсул в день вы можете выпивать, но это, конечно, очень много. Это просто супер-мега мощная для взрослого даже человека дозировка. Поэтому мы все принимаем по одной капсуле просто утром. Не капсулы. Здесь такие очень вкусные, классные мармеладки в виде апельсинчика. Они такие кисло-сладкие. Конечно, он содержит сахар, но так как мы не едим сахар в обычной жизни вот так вот горстями, там конфеты, там печенье, тортики и так далее. Если в каких-то витаминках содержится сахар, в общем, он нам ничего плохого не делает, потому что это просто супер-мизерное количество именно вот касательно нашей семьи. Для поддержки иммунитета я считаю, что витамин С это добавка просто номер один, и мы принимаем ее вообще всегда. То есть мы ее не прекращаем принимать сейчас. То есть витамин С и омега-3 это для меня те самые добавки, которые пьет вся моя семья постоянно, всегда. Кстати, витамин С даже влияет на наше настроение. Так что если у вас плохое настроение, усталость, апатия и так далее и тому подобное, вполне возможно, что не витамина Д вам не хватает, а даже просто витамина С. Покажу вам вот такую вот огромную упаковку с леденцами. Эти леденцы я покупаю Софии. Я их как раз заказывала на ей на день рождения, то есть я знала, что придут гости, придут дети. Всем очень понравилось. В общем, это такие леденцы, которые, кстати, очень классно открываются. Выглядят они вот так. Вот здесь 40 штук. Нужно просто вот так вот ребенку потянуть, как бы, да, и вот он открылся. Теперь нужно его запихнуть, дождаться солью и потом ей дать. Это, кстати, пич, это персик. Здесь 8 различных вкусов. Там есть манго, арбуз, персик, клубника и еще что-то. В общем, всего 8 вкусов. Это правда очень классно и это совершенно не вредно. Беру их либо с собой, когда Соню забираю из садика, либо у меня еще несколько штучек просто лежит в машине. Но так как там содержится все-таки тростниковый сахар, тоже большого количества лучше все-таки избегать. Это такие бомбочки. Я, честно говоря, очень долго выбирала их, потому что на iHerb представлено несколько производителей, несколько вариантов бомбочек. В общем, остановилась на этих и вообще нисколько не прогадала. Кстати, сейчас они же лежат у меня в корзине. Я буду заказывать их второй раз, потому что, в общем-то, они у нас закончили. Здесь их 6 штук. Это такие шарики, которые шипят, которые забрасываете в воду, и они шипят. Они дают очень просто какой-то неимоверно яркий классный цвет. Как они пахнут, это просто что-то невероятное. Они с той, с игрушкой внутри. Конечно, здесь есть все вот эти вот варнинги, что ни в коем случае нельзя использовать от нуля до трех лет. И, естественно, только в сопровождении взрослых. Ты сидишь, ребенок бросает эту бомбочку и ждет просто, когда вот это вот все растворится, достает эту маленькую игрушку, начинает с ней играть. Это, конечно, очень классно. И я очень надеюсь, что все-таки игрушки совершенно разные. И когда я закажу еще одну упаковку, игрушки, ну, не будут повторяться. Да. Раз, два, три. Интересно, что там за игрушка такая? О, классно. Это же будет пена, да? Да. Пена, ура, пена! Эти бомбочки нам не вызывали никаких плохих, там, не знаю, ощущений, дискомфорта, там, аллергических реакций. То есть, ну, ничего такого на них не было. И еще я хочу, конечно же, вам показать мое любимое мыло. Ала Мейсон, Ала Мазон. В общем, это французское мыло. Де Прованс. Это белый чай. Это реально мое самое-самое любимое мыло. Оно очень жидкое. То есть, это как бы жидкое мыло, которое прям нереально очень жидкое. У него прекрасный дозатор, который дает вам ровно столько мыла, сколько вам нужно. А именно вообще очень маленькое количество. Оно мылится так сильно, даже независимо от того, что оно очень жидкое. Самое классное, конечно, это его запах. Потому что я уже говорила, что я вообще фанат запахов. Он очень приятный и он сильный. Вот прям парфюмерный. Очень дорогой, очень богатый. Его хватает примерно на полгода. То есть, от 4 до 6 месяцев. Все в зависимости от того. Потому что мы пользуемся еще помимо него. У нас есть обычное кусковое мыло. Там есть абсолютно разные ароматы. Там есть совершенно разные запахи. И они все просто супер-мега-классные. Я сейчас заказала себе с инжиром. Мне кажется, никто не останется просто равнодушным. Я очень рада, что вы посмотрели это видео. И я надеюсь, что вам было так же интересно, как и мне, смотреть вообще видео про iHerb. Если это так, пожалуйста, напишите мне об этом внизу под этим роликом. И, конечно же, поставьте мне пальчик вверх. До следующего видео. Оно будет уже очень-очень скоро. Всех вас люблю. Целую. Пока. Это молотые, так скажем, какы... Это молотые... Что? Бобы. Это... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok